Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. 310 тонн реализовано на очередной сельскохозяйственной ярмарке в Караганде. Впервые ярмарка прошла на территории нового продовольственного супермаркета. Юрий Пак выступил с речью о Абая Кунанбаеве и Александре Пушкине на апелляционном заседании. Он рассказал о камере с крысами и туберкулезниками. Ахико Изактаса. Спектакль о своей судьбе посмотрел бывший японский военнопленный Ахико Тетсуру. Алматинский театр имени Мухтара Уезова привез постановку в Караганду. В рамках празднования 25-летия независимости Казахстана в Карагандинской области проходит широкомасштабная акция, названная «25 звездных дел». В рамках этой акции 28 ноября отведено национальной валюте Тинге. В общеобразовательных учреждениях области прошли открытые лекции на тему истории внедрения национальной валюты. В Караганде прошла концертная программа «Алтентинге». Власти Жасказгана организовали дебатный турнир, а в Саране провели встречу с представителями банковской сферы, с участием жителей города, представителей неправительственных организаций и этнокультурных центров. Следующий день, 29 ноября, будет посвящен безъядерному миру. Для жителей шахтерской столицы вновь была организована сельскохозяйственная ярмарка. Выставить свою продукцию на продажу съехались предприниматели со всего региона. Впервые ярмарка была организована на территории нового продовольственного супермаркета «Сарарка». Всего было реализовано 310 тонн продуктов. Ярмарку посетил глава региона Нурмухамбет Абдебеков, который лично ознакомился с процессом торговли. Инициатива организовать ярмарку именно в торговом доме поступила от фирмы «Интерстрой Сауда». В супермаркете были созданы все условия – холодильное оборудование, ветеринарная лаборатория, овощехранилище, а также пункты общественного питания и службы охраны. «Ярмарка – отлично, отлично ярмарка, мы молодцы, видите, и помещение хорошее, и все, и цены более-менее сниженные, все нормально». «Цены на ярмарки, приемлемые цены, особенно на мясо, мы приехали посмотреть, действительно, они очень приемлемые для среднего статистического огорожания нашего города». «Социально-экономической жизни города». Среди награжденных – молодые врачи, учителя, рабочие и журналисты. Награждение премии «Дарын» состоялось в рамках традиционных ежегодных встреч Акима с молодежью города. Победителями в различных номинациях стали шесть человек. Это молодой лидер года Рустам Бузяков, молодой преподаватель Думан Аким, молодой врач Дастан Шапшанбаев, Ерки Булан Елубаев – представитель рабочей молодежи, а Эльмира Сыздыкова – молодой спортсмен года. Организаторы отмечают, что каждый год меняются номинации, чтобы обладателями премии стало как можно большее количество молодых людей. К примеру, в нынешнем году впервые выбирали лучшего журналиста. Им стала Алиса Вайташенко. «И в целом хочу сказать, что премия «Дарын» – это премия, которая поддерживает молодых людей, дает поддержку. И в особенности, наверное, для тех, кого отмечают этой премией, она позволяет поверить в себя». Глава Караганды отметил, что за 25 лет независимости выросло целое поколение, которое не знало другой жизни, которому незнаком полный контроль одной партии всех сфер жизни, незнаком тотальный дефицит. «Что отрадно сегодня здесь присутствуют как раз молодые люди, которые не застали ту социально-экономическую формацию, которая была присуща нам, люди чуть более старше вас. И, как правило, я думаю, что здесь в основе для людей, которые родились уже в период независимости нашей страны и другого формата экономического, политического, они не видели». Городоначальник призвал присутствующих, не стесняясь, задавать любые вопросы. Молодежь и не стеснялась. Некоторые участники встречи задавали Акиму личные вопросы. Однако серьезных все же было больше. К примеру, житель Майкудука поинтересовался о развитии спорта в его районе. «И большой 25-метровый бассейн. То есть это именно направлено на то, чтобы охватить физкультуру и спорта лиц, жителей. Вот именно Майкудука. У нас там, в принципе, таких спортивных объектов нет больших. Плюс мы практически на всех школах, и школы заключают какие-то договора, открываем и строим, вы, наверное, знаете, многофункциональный корпус. Вот я сам проживаю в центре города и часто наблюдаю картину, просто очень поздно возвращаюсь домой за сквером «Вечный огонь» в рамках социальной ответственности, бизнеса и в рамках меморандума, инерстии, деля на деньги, и мы сделали такой большой сквер. То есть там тренажеры и футбольная площадка. Вот на этой футбольной площадке ребята играют, даже в час ночи, когда я в час ночи возвращаюсь, бывает, они играют в футбол. Я только этому радуюсь». Рассказал Акима Убакиров и о своих литературных пристрастиях. А молодежи посоветовал читать больше классических произведений. По его мнению, классика заставляет человека расти интеллектуально. Андрей Тенджек, Салык-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Юрий Пак в последнем слове на апелляционном заседании процитировал слова Абая Кунанбаева и Александра Пушкина. Он отметил, что высказывание Абая в словах назидания о каменном веке напоминает ему нынешний процесс. А размышления Пушкина о судах того времени, когда судили ни за что, очень схоже с его ситуацией. Между тем, прокурор Медео Жаканов попросил суд оставить наказание Паку без изменения, а его жалобу без рассмотрения. В суде были допрошены три специалиста Казахтелекома, а также представители ДЧС и ДВД области. Сотрудники Казахтелекома пояснили, что звонок с номера осужденного длился всего 6 секунд, а на 102 звонок поступил с номера 43-22-25, который принадлежит департаменту ПЧС. Оплата за криминальный звонок взымалась с ДЧС, а сотовый оператор Пака оплатил лишь за 6 секунд. При этом переключения и переадресации с номера 43-22-25 быть не могло. В случае, если звонок был осуществлен через конференцсвязь, то после окончания звонка злоумышленника остальные участники разговора тоже не могли продолжить общение. По биллинговым соединениям звонков 43-38-87 на номер 43-22-25 не было зафиксировано. Имеется в виду 14 апреля 2015 года? Да, 14 апреля 2015 года, в интересующее время, если брать по биллингу. То есть эти два телефона? Эти показания адвокат осужденного приписал в пользу своего клиента. По его словам, это напрямую доказывает, что звонок с номера Пака и криминальный звонок – это два разных. А вот представитель службы спасения в свою очередь настаивал на версии конференцсвязи. Правда, соединение велось не через мини-АТЭС, а через обыкновенный аппарат. В прениях правозащитник настаивал, что Юрия нужно оправдать и освободить. По механизму совершения преступления мы констатируем, что в действительности с 14 апреля 2015 года было совершено два отдельных звонка. Это звонка сотого оператора, абонента сотого оператора Терегла, номер которого принадлежит моему подзащитному. Он продолжал, что за эти шесть секунд заплатил Терегла. Почему заплатил? Очень эмоционально в суде выступил Юрий Пак. Осужденный сравнил расследование по данному делу с каменным веком, который описывает Абай Кунамбаев в своих назиданиях. Знаете, мы живем в 21 веке. Ну, то, как проведено было расследование, как проведено судебное заседание, мне очень тяжело. Потому что такое ощущение, что мы в 21 веке. Мы ведь очень далеко-далеко. Во времена Абая Кунамбаева, который в славе на изданиях пишет о этих же историях, точно так же красочные и достоверные. Затем Пак сравнил расследование по своему делу с правосудием 1742 года, о котором писал известный поэт Александр Пушкин. Осужденный попросил следственные органы быть человечнее и не дать случиться второму горю в его семье. Так как из-за всего он уже лишился матери. Также Пак рассказал, что в его камере есть крысы. Там холодно, а вместе с ним находятся туберкулезники. Я прочитал слова Александра Сергеевича Пушкина. Интересно, как правосудие работает. Это 1742 год. Послушайте, 1742 год. Правосудие работает так. Если человеку задают вопрос, это ты виноват? Он говорит, не я. Ему не верят на то, что это не он. А если мы скажем, мы докажем же, заставим тебя сказать что-то, он говорит, ладно, это я. Его сажаем за это. Только за то, что он сказал, что это он. Он говорит, какая странная правосудия. Если он говорит, что нет, ему не верят. Если да, это я, его сажают. Значит, именно с таким я и столкнулся на протяжении всего последнего времени. Прокурора Медио Жаканова речь Пака и его защитника не убедила. Не поверил он и словам свидетелей из Казахтелекома. Он настаивал на виновности осужденного и полноты доказательств. Обвинитель потребовал, чтобы суд оставил наказание Паку без изменения. Суд удалился в совещательную комнату. Оглашение решения судебной коллегии состоится 29 ноября. Айом Амрина, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В русском драматическом театре имени Константина Станиславского состоялась премьера спектакля «Ахико из Актаса». Постановка рассказывает удивительную историю о жизни японского военнопленного Ахико Тетсуру, который был репрессирован в Карлак. Ахико Тетсура родился 15 ноября 1930 года. Когда в 1945 году в Южный Сахалин пришла советская армия, он учился там в военном училище. В 1948 году его арестовали. Затем на грузовом пароходе доставили во Владивосток. Пленных было больше ста человек. Были и женщины с грудными детьми. Всех отправили в концлагеря. Так японский юноша и попал в Казахстан. Мне очень тяжело об этом вспоминать. Самым тяжелым испытанием для пленных в те годы был голод. На дорогу пленным выдавали сухой паек, селедку и сухари. Всем хотелось пить, но воду не давали. Это я запомню на всю жизнь. Сейчас Ахико 86 лет. Он живет в поселке Актас с супругой Еленой. У него 11 внуков и 5 правнуков. Несмотря на преклонный возраст, Аксакал очень бодр, доброжелателен и рассудителен. Ахико провел в плену в Жасказгане около 10 лет. Мы выбрали тему относительно Ахико. И Ирлану очень понравилось то, что он вернулся, когда ему представили место, пенсию и так далее. То есть он вернулся и вот через призму, судьбу одного человека, не русского, не, допустим, казаха, а вот через японца передать всю эту трагедию. Вот как это можно было сделать? И вот тогда вот эта идея возникла. В 1954 году многих оправдали. Ахико в том числе. Он поселился в Актасе. Многие японцы уехали, но он не смог покинуть Казахстан. Он создал семью, трудился разнорабочим. Отец звал его на родину, но он сделал свой выбор. В Японию он ездил лишь в гости. В Африку. Я, говорит, приехал. Я, говорит, ты же уехал. Мы же провожали тебя. Я сразу поехал туда, он сидит с бабушкой, с щеночкой щелкает. Хорсунгами. Донорец. Здесь в Актасе лучше. Почему? Ну, я понял. Потом мы ехали долго. Это было тоже ему нелегко. Потому что он, когда сюда приехал, он только японский язык знал. А японскому он лет 10-15 учился с коммуникацией. Потом он обратно едет туда, он уже не знает, уже потерял навыки японского. Спектакль поведал зрителям о его любви к Казахстану. Автором идеи стал руководитель проекта «Карлак», а ныне депутат Мажелиса Нурлан Дулатпеков. Драма была поставлена актерами Казахского академического театра имени Мухтара Ауэзева. Главную роль исполнил актер Дулга Акмулда. Впервые казахстанцы и народ Японии услышал Абахика 8 ноября из уст Нурсултана Назарбаева. Президент, выступая с речью перед депутатами в Токио, поведал его историю и подчеркнул, что с Казахстаном связаны судьбы многих японцев, а история Ахиката Цура – одна из ярких примеров стойкости, мужества и благодарности японского военнопленного. Айем Амрина Исламбекоспан Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандинском центре бокса имени Сири Касапиева состоялась церемония передачи книги «Достижения молодежи Менгалек-Ель к 25-летию независимости». Масштабные мероприятия в рамках республиканской акции в каждом областном центре проводят Ассамблеи народа Казахстана. Главным атрибутом республиканской акции является книга «Достижения молодежи Менгалек-Ель к 25-летию независимости Казахстана». Ее передают из региона в регион. В каждой области книга пополняется обращениями молодежи, адресованной главе государства. По сути, книга является демонстрацией, объединяющей роли патриотической идеи Менгалек-Ель. Все успехи за 25 лет независимости – это фундамент, на котором строится национальная идея. Об этом в своем выступлении говорил Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков. «Национальная идея, предложенная главой государства, утверждает желанные для каждого города ценности независимость, национальное действие, светское общество, высокую духовность, трудолюбие, благополучие, культурное наследие и безопасность. Мне хотелось бы, пожалуй, молодым согражданам осмыслить и сознательно усвоить. Мы одна страна, один народ, и каждый из нас может и должен внести свой вклад в Государе Родины, честным трудом, верительным отношением к одному языку, культуре, поддержкой сограждан». Почетным гостем мероприятия стал заместитель заведующего секретариатом Ассамблеи народа Казахстана администрации президента Леонид Прокопенко. Обращаясь к молодежи, он заявил, что за 25 лет независимости в стране выросло новое поколение. «Патриотический акт Ангеликий – это семь базовых ценностей, которые делают нас, казахстанцы, независимо от нашего вероисповедания, этническими вероисповеданиями гражданами Единого Казахстана». Со сцены также выступили непосредственные участники республиканской акции. Участник программы с дипломом в село Николай Смолин выступил на казахском языке. Он отметил, что благодаря государственной политике в стране созданы условия для самореализации молодежи. Его поддержали все участники. Общереспубликанская молодежная акция стартовала на форуме «Менен Елем Менгелик Ель» 4 ноября в Талдыкургане. В юбилейный год в Казахстане приняли концепцию «25 лет единства и созидания». Одним из ключевых задач этого документа является продвижение общенациональной патриотической идеи «Менгелик Ель» и ее ценностей в казахстанском обществе, особенно в молодежной среде. Андрей Тенул, Жасгабасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Для жителей поселка Ботагара Бухаржуравского района была организована масштабная ярмарка. Выставили свою продукцию на продажу сельхозтоваропроизводителей из восьми округов района. На торговой площади были реализованы 5000 тонн мяса, 84 тысячи яиц, молочную, колбасную продукцию. Кроме того, было большое изобилие фруктов и овощей. На сегодня в Бухаржуравский район входят 30 поселков. Ярмарка стартовала с середины октября и будет длиться до 16 декабря. Еженедельно по четыре поселка будут реализовывать свою продукцию. На этот раз приняли участие 8 округов. Цена товара была на 15-20% ниже рыночных. Я хочу сказать, что организаторы, руководство поселка, района уделяют большое внимание этому делу. Хорошее дело, хорошее начинание. Намного, видимо, дешевле даже, чем в магазинах. Все-таки берем здесь. Качество домашних, люди выращивают дома каждый, продают. Нормально, хорошее мясо. Мы знаем, по крайней мере, что это хорошие продукты. Поэтому стараемся брать здесь. Еженедельно по средам цены на товары особенно низкие. Торговля реализуется как в палатках, так и в автомобилях. Как отмечают покупатели, цены значительно ниже рыночных и большой выбор продукции. К примеру, стоимость конины составляла 1250 тенге. Одно яйцо – 26 тенге. Литр сметаны можно было приобрести за полторы тысячи тенге. Литр кумыса – за 700 тенге. И килограмм курта – за 1200 тенге. В районе у нас организованы такие ярмарки между сельскими, поселковыми округами, селами. Каждую пятницу по четыре округа приезжают, выставляют свою продукцию, выставляют умельцы, поделки свои, прикладное искусство есть. И также коллективы художественной самодеятельности организуют концерты, именно посвященные этим вот трем темам. Местные предприниматели Бухаржраусского района активно принимают участие в ярмарках не только в нашей области. Со своим товаром продавцы побывали на ярмарке в Астане. Местные творческие коллективы для посетителей ярмарки организовали праздничный концерт. Лариса Хусынов, Жаксулк Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Клиника «Гиппократ» вновь порадовала пациентов бесплатной консультацией высоко квалифицированных специалистов. Любой желающий мог пройти обследование у гастроэнтеролога и получить совет врачей. В клинике «Гиппократ» состоялся очередной день открытых дверей. Сегодня любой желающий мог записаться на прием к ведущим специалистам города и совершенно бесплатно пройти консультацию. Количество пациентов растет с каждым разом, уверяют сотрудники клиники. Екатерина Макарова со своей дочерью Кирой – постоянные посетители. Работой врачей они очень довольны. Несмотря на то, что Кира совсем еще малышка, врачей она не боится. Сегодня мы были на повторном приеме. Дочка очень довольна этим врачом. Ей на удивление все нравится. Она не капризничает, хотя врачей она очень не любит. В принципе, лечением всем довольны, положительные результаты, видим динамику. Все хорошо. На сегодняшний день случаи заболевания желудочно-кишечного тракта встречаются все чаще и чаще. Проблемы могут возникнуть во всех возрастных группах, как у мужчин, так и у женщин. Широкое распространение подобных заболеваний связано с нарушением питания современного человека, частыми стрессами и плохой экологии, так уверяют специалисты. На ЧИСНАМ сегодня обращаются пациенты со всей области, желающие пройти обследование и получить консультацию по поводу своих состояний. В настоящий момент очень растет заболеваемость как гастритами, холециститами, панкреатитами. И не только среди взрослого населения, а среди детского населения. Поэтому мы проводим прием и взрослого, и детского населения. Во время нашей консультации мы ознакомливаемся с жалобами, осмотром пациентов и назначаем план диагностических мероприятий и лечебных мероприятий. То есть направляем на какие-то определенные обследования, назначаем определенные препараты, которые могут помочь при их состоянии. Дни открытых дверей и дальше будут проводиться в клинике Гиппократ. Карагандинцы, которые нуждаются в консультации высококвалифицированных специалистов, по какому-либо заболеванию смогут получить ее бесплатно. Всю дополнительную информацию можно посмотреть на официальном сайте Медицинского центра Гиппократ. Астер Сазымбаева, Исламбек, Успан Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауинстер. Редактор субтитров А.Семкин